Здравствуйте в студии Вера Ионкина и это Итоги недели. В Москве прошел второй международный форум развития парламентаризма, организатором которого выступила Государственная Дума. В этом году мероприятие посетили представители 132 стран. В заключительный день на итоговом пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что современный мир остро нуждается в широком сотрудничестве, а также в открытом и свободном обмене мнениями и диалоги. Решение экологических проблем, цифровые трансформации и обновление рынка труда – это приоритетные вопросы для всего международного сообщества. Успешно решать их можно в условиях открытого и безопасного общего информационного пространства. При подлинной заинтересованности стран гражданских обществ, представителей средств массовой информации, в распространении объективной, честной информации, честных сведений и новостей. Знаю, что этому направлению уделялось напорами особое внимание. Подчеркну, что консолидация парламента в выработке общих правил обмена информацией и ее защиты имеет большое значение для укрепления прав и свобод человека, для становления и развития сбалансированного, справедливого обмена информации. Участие в форуме приняли около 800 иностранных гостей, 41 спикера, а также делегации 14 международных парламентских организаций. С какой целью уже второй год политики собираются в российской столице и для чего организован форум Владимир Жириновский. Сегодняшний, уже второй, наверное, это международный форум. Это чтобы было больше площадок в мире, чтобы не замыкаться. ПАСЭ, ОБСЕ, любые межпроволаментские ассамблии. Это наш политический международный форум. Здесь о чем можно договориться? Мера выработки стандартов демократии. Допустим, выборы в парламенте. Только по партийным спискам. Потому что, когда выборы в округах, то часть голосов теряется. Поведитель становится депутатом, получив 30%. А остальные 5-6 кандидатов получили меньше. Это 70% голосовавших. Их голоса теряются. Стандарт демократии или государства. Светские государства. Государства во всем мире должны быть светскими. Религия везде должна быть отделена от государства. Безопасность. Здесь, конечно, координация. И здесь опять стандарты могли быть выработаны. Вот я уже говорил, чтобы религия не использовалась как оружие. В данном случае, Ближний Восток, суниты, шииты. Чтобы национальный вопрос не использовался. Допустим, турки, курды живут в одном государстве и воюют 30 лет. Тысячи погибших. И опять религиозный фактор. Турки, армяне. Армяне-христиане, турки-мусульмане. Вот депутаты могли бы и здесь тоже внести свою лепту, чтобы усилить международную безопасность. В целом террор. В любой форме должен быть осужден. И должны приниматься совместные действия. Координация должна быть. Действие, чтобы у террористов везде бы земля горела под ногами. Чтобы не могли совершить теракт в одной стране и избежать другой. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, за год интерес к форуму заметно вырос. Поскольку на московской площадке у каждого есть право высказать свою позицию относительно ситуации в мире. Лидер ЛДПР в очередной раз обратил внимание на опасную обстановку, в которой оказался Иран. Вопросы международной безопасности. Номер 11-й в Ближний Восток. И угрозы США в адрес Ирана или других стран это недопустимо. Депутаты должны скотереть свои усилия. И не допустить никакого военного решения. Ни одного вопроса в Ближнем Востоке. Мы всегда с уважением к Ирану относимся и желаем ему благоденствия. Но у Ирана есть возможность защититься. Пускай даст разрешение создать русские базы. Сирия дала военно-морскую базу. Где ИГИЛ? Нет ИГИЛ. Русские помогли. А Иран ни одной базы нет. Нам нужна военно-морская база там, военно-воздушная. Для сухопутных войск в Таджикистане, в Армении. Тогда будет безопасность Ирану. Никто ему угрожать не сможет. А сейчас он беззащитный. Системы ПРО нет у него. С-400. Турки купили, им никто не угрожает. А Иран что не купит. Деньги же есть. Поэтому мы готовы во всем помогать Ирану. И будем во всем поддерживать. Также Владимир Жириновский отметил, что соседней Турции экономически выгодно сотрудничать с Россией во всех сферах. Двум государствам нужно поддерживать добрососедские отношения, не обращая внимания на решения ВТО и ООН. Кроме того, политик призвал турецких коллег развивать туризм, доступный для российских студентов. У нас сегодня российско-турецкие отношения на хорошем уровне. Но не надо совершать ошибок прошлого. Мы не должны больше метаться. Посмотрите, ВТО колеблется. Даже ООН не всегда выполняет свою роль. Международное право меняет свои стандарты. Мы соседи. Мы всегда будем соседи. Здесь должны быть прочные связи, экономические, нам выгодные. Мы у Турции купим все. Не только овощи, фрукты. Всю шерсть лишнюю, хлопок, одежду, обувь. Турция выгодна с нами сотрудничать. У нас рынок сверхъемный. Туристы наши готовы круглый год быть у вас. Сегодня я сказал представителю вашего парламента, стройте дешевые. Прямо пустые пляжи, палатки старт. И студенты поедут. Пять долларов в ночь. Все, с питанием. Все. Вот так вот давайте миллионы поедут. Проявите эту инициативу. Чего там отели даете? Три звезды, четыре. Дайте просто кемпинг. И нам нужна прямая автомобильная дорога. Друзья тяжело. Парома нету. Поэтому поезд надо запустить через Азербайджан и Армению. Поезд. Москва, Багу, Карс. Уже ходишь. Баку, Карс, Эрдоган. Давайте дальше до Анталии. Пропустим поезд. Это будет хороший такой туристический маршрут. Поэтому самые лучшие отношения. Мы вам дадим газа столько и нефти. Мы вам еще три атомные станции построили. Чего вы спали столько времени? Хорошо, Эрдоган появился. Демирель не мог этого. Тургут-Озал не мог этого. Вот сегодня Эрдоган делает правильную линию. Поэтому отношения улучшаются. Не надо их ухудшать. Только улучшать и помнить. Мы соседи. И вновь проэкономическое сотрудничество Москвы и Анкары. На минувшей неделе стало известно, что Вашингтон не намерен вводить санкции против Турции из-за покупки российского комплекса С-400 «Триумф». Однако Дональд Трамп выразил обеспокоенность этой сделкой. Владимир Жириновский объяснил, почему США так недовольны желанием Турции закупать российскую зенитно-ракетную систему. С-400 – это лучшая в мире противоракетная оборона. Американская система «Патриот» автономна. Вы не можете запустить ракету против целей. Но разрешение дает Вашингтон. А С-400 автономна. Вы ее используйте, как хотите. И более точная стрельба из системы ПРОВ. Вы запроете все небо Турции. Ни одна бомба никогда не упадет на Турцию. Убейте еще С-400. С-500 будет у нас. Давайте военную базу. Киджерлика давайте нам. Военно-воздушная база. Давайте военно-морскую базу. Воскресенье. Воскресенье. И так далее. Военно-сухопутные войска. Совместные учения. Турецкая и русская армия. И мы с вами вместе. Турция автоматически становится вместе с ядерной державой. Европа дрожать будет. Не надо в Евросоюз вступать. Они вас там 30 лет маринуют. А так вы будете, подниметесь с нами еще выше, чем сейчас. Турция очень выгодна. Хорошие и прочные отношения между Турцией и Россией. В рамках международного форума развития парламентаризма прошла конференция «Россия-Африка», на которой также обсуждались экономическое сотрудничество нашего государства с африканским континентом. Только за прошлый год объем торговли увеличился. По сравнению с 2017 годом более чем на 17% и составил свыше 20 миллиардов долларов США. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшем будущем страны Африки могут стать внешнеторговым партнером Евразийского экономического союза. Владимир Жириновский, в свою очередь, отметил, что Россия всегда очень тепло относилась к африканским странам. Африки не понимают, что как раз для Батahari, не поменеют, но очень сильные чувства в Европе. Россия для них в Европе получает художество обязательно полностью вернуться в культурный сфер, экономический, духовный, студентный, спорт. И от, как говорится, Каира до Киев там. То есть очень хорошее отношение. Круисты люди, на руках куристи, молодежные куристи. Знаете, отдыхать, смотреть, там эти все сафари, очень такие, таинственные животные. Я бы еще что предложил. Кайболиту, в гости кайболиту. Самолет признался в Триполи, Ливия, он начал Африку. Это же я, взрослый человек, просто обалдел. Вот она Африку. Сказ, сколько сказок было, график. Вот берег, начался, безземное море, и берег Африку. Вот кайболит, давайте сказки эти сделаем, жили. Давайте, поезжайте. Вот легемоты, вот там Лимбомко, вот там, так сказать, какие-то племена, какие-то страны. То есть великолепно было все с тех, кто был такой очень интересный претенент и замечательный. Поэтому надо все развивать, все отношения, чтобы все двигалось. Например, на кораблях, самолетах, все. Вот, что, может, и автомобильный масштаб дойдет, через ближайший масштаб, и Египет не пошел по всей Африке. Пусть спокойно в Африке. Миллионы туристов со всей планеты. И Африка будет зарабатывать больше, чем сегодня Греция, это Наталья. Потому что там есть экзотипы, там есть изюмин. Чтобы могли дойти от Дамаска, от Каира до Египта. Там, по всей Африке, толпы молодежи из всего мира. Очень хорошо мы это будем приветствовать и будем поддерживать. На минувшей неделе в Москве прошел второй международный конгресс миролюбивых сил. Лидер ЛДПР заявил, что в Государственной Думе должны присутствовать депутаты от всех политических партий, за которые голосовали граждане. Кроме того, Владимир Жириновский высказался за создание единого стандарта демократии, в котором должна быть отдельная статья о том, что все страны мира должны быть светскими. Помимо этого, политик оценил экономические шансы России и высказал свое мнение об истинных целях Соединенных Штатов на внешнеполитической арене. Мы самая самодостаточная в мире страна. От океана до океана и ресурсов 30%, а население 3%. У нас в 10 раз больше, чем надо для обычной экономики. Поэтому здесь не волнуйтесь за Россию. Главное, чтобы не было войны. А в мирной обстановке мы с вами добьемся. Хотя вы правы в том, что у Америки цель это подавлять. Санкции это начало войны. Это война, которая из экономической, если будет неудачно, превратится в горячую войну. Но не Америка против России, а сателлиты Америки. Вот Украину в жертву отдадут. Вот еще какую-то европейскую страну найдут. Что-то на юге найдут варианты. Поэтому те малые страны должны бояться. Потому что огромные империи, страны, в смысле количество, они будут сохраняться. И США будет, и Россия, и Китай, и Индия. А вот маленькие страны могут в этой столкновении погибнуть. Вот им ваше правильное предостережение должно быть обращено к ним. Сегодня Америка стравливает Украину с Россией и думает, что ее это не коснется. Пусть там славяне со славянами. Идеальный вариант. Об этом всегда мечтали на Западе. Стравить православных с католиками, или мусульман с христианами. Или внутри мусульман, как шииты, суниты. Вот поэтому на первом месте, конечно, борьба за мир. Но чтобы ею эффективно заниматься борьбой за мир, нужны вот такие стандарты нам общие выработать, чтобы все страны были демократические, чтобы выборы проходили только у партийных списков. Чтобы всегда была коалиция партии, парламент. Не одна имеет большинство, а коалиция. В Центральном аппарате ЛДПР прошел научный семинар на тему актуальной проблемы организационно-правового обеспечения статуса военно-политических работников в современных условиях. Участники дискуссии обсудили будущее российской армии. В частности, актуальные проблемы военно-политических работников. Подробнее в репортаже Тимура Титова. Центральный аппарат ЛДПР на этой неделе стал центром горячих дискуссий. Военная профессура, доктора наук, ветераны боевых действий обсуждают будущее российской армии. А в частности, актуальные проблемы военно-политических работников. Более того, я выступил с предложением о возвращении двухлетнего срока военной службы. Если мамочки Марьи Ивановны думают, что их сыночек, который у них на кухне прослужит, потом буду ее защищать, сыночек будет пушечным мясом. Вот что главное сейчас нужно довести и для правительства, и для президента, и для народа, и для общества. Двухлетняя, однолетняя армия, одногодичная армия – это смерть, это смертельная опасность для страны. Доклады, мнения, обмен опытом. Предложение по улучшению службы в вооруженных силах России внес практически каждый выступивший. На семинарском занятии, надеюсь, будут выработаны основные положения будущей военной идеологии государства, у истоков которого стоит ЛДПР. Данное мероприятие проводится по рекомендации главного военно-политического управления Вооруженной силы Российской Федерации. Мы написали письмо заместителю министра Картополову, что ЛДПР, НИСРСВА совместно и МСССР будут проводить данное семинарское занятие. Они поддержали эту идею. Об основных направлениях военной политики России в современных условиях, о ценностях и основных ориентирах рассказал депутат Государственной Думы Александр Шерин. Какие ориентиры, какие ценности сегодня существуют в обществе, к чему мы будем готовить наше подрастающее поколение. Человек должен соответствовать трём П. Он должен быть подвижным, патриотом и профессионалом. Если эти три качества есть у подрастающего поколения, то, соответственно, Российская Федерация может достигать значительных успехов. Если человек профессионал, но он не патриот своего отечества, он будет свой профессионализм исключительно в личном обогащении использовать. Очень много говорится о каких-то топ-менеджерах, которые получают огромные зарплаты. И именно поэтому они такие большие зарплаты получают, что они такие высокие профессионалы. А что нам от их профессионализма, что это даёт нашей стране? Что гражданин России получает от того, что такой выдающийся профессионал работает в Газпроме или Роснефти, или ещё в какой-то структуре получает высокую заработную плату? Что, в принципе, общество, что государство от этого получило? Вот самые главные вот эти вопросы должны быть урегулированы. Проблем и вопросов в российской армии хватает. Но такие семинары и созданы, чтобы недочёты выявлять и решать их уже на высоком уровне. Путешествие на ретроавтобусе по современной Москве. Ровно 55 лет назад, 3 июля 1964 года, именно такой маршрут проделал будущий председатель ЛДПР, когда впервые оказался в столице тогда ещё Советского Союза. Ещё вчерашний выпускник алматинской школы Владимир Жириновский с небольшим чемоданчиком и корзинкой клубники в руках приехал поступать в МГУ. Практически реконструкция событий, случившихся более полувека назад, прямо сейчас в материале нашего корреспондента Тимура Титова. Раритетный лиаз из музея Мосгортранса аккуратно припаркован на Болотной площади. Сегодня этот пассажирский автобус как ностальгия по советским временам, как дань тёплым воспоминаниям Владимира Жириновского. 3 июля 1964 года, 55 лет назад, началась история восхождения к политическому Олимпу одного из самых авторитетных и влиятельных политиков страны. И вот 3 июля я сел, билеты были относительно дешёвые. Чемодан старый, вот такой. Ну как старый. Это только такие были. С железными набойками на углах на всех. Для прочности. И стандарт во всей стране. Вот чемодан, всё. Чуть больше, чуть меньше, вот такой. А клубника была сейчас как раз там, в Алма-Ате. Ну мама, знаешь, там начальникам что-то могут дать, подарить. Говорит, возьми лукошко с клубникой, может там приёмную комиссию дашь. Ну я думал, что это, я буду таскать. Я сдал в камеру хранения, сдал. А потом просто приехал, там жена брата чуть с ума не сошла. Она же не холодильник, камера хранения. Да, помидорки там были ещё какие-то. Свежие, но новые урожа. Ну я поехал только с чемоданом в приёмную комиссию. Давай, селим, можно. Тогда 18-летний Владимир Жириновский один прилетел в Москву. С собой был лишь чемодан с парой рубашек. Несколько учебников и самое дорогое. Мамин портрет, чтобы как бы напоминание. Она меня проводила и не уговаривала меня, чтобы я не ехал. А за окном автобуса в 60-е всё было по-другому. Вот хроники тех лет. И, конечно, ни о каких пробках не могло быть и речи. Владимир Вольфович помнит все подробности того дня, будто это было вчера. Я вспомнил, что всем душно. Никто не отрывает окно. Я подхожу, нажимаю, опускаю. Поток свежего воздуха. Такое состояние толпы. Люди даже боятся инициативы украины. А что-то окно открывать. Я думаю, там что-то не так. Вот это как раз тот самый вариант. И сейчас-то другие окна. Поэтому аэропорт один был, без выбора. И автобус. Вот он, автобус. Я спросил, какой в центр Москвы идёт. Мне говорят, вот, 211-й. Огибаем гостиницу «Москва» и направляемся к Александровскому саду. Здесь придётся выйти. Соблюдаем правила дорожного движения. Дальше только пешком. Раньше на этом месте была остановка. Владимир Вольфович, выйдя из автобуса, даже не знал, куда идти. Пришлось действовать по обстоятельствам. И не знаю, что дальше делать. Понимаю, что центр Москвы, поскольку в 62-м году приезжали, экскурсия у нас была Алмата, Москва, Ленинград. В 63-й Алмата, Москва, Киев, Евпатория, Севастополь, Ялта, Сухуми, Сочи. Говорю, фотографию ждём. Опять приехал. Третий раз в Москву. Мне 18 лет. Вот такой чемоданчик. Точно так, чемоданчик. Мозглосправка, если будка. Мозглосправка. Подошёл, в там очередь, человек 3-4. Говорю, где ты? Иститут в восточный язык. Она полистала, полистала, карандашом написала. Проспект Марша, 18. Где проспект Марша? У кого-то спросил. Он говорит, да вот, на ту сторону впереди, это и есть проспект Марша. И третье здание от угла. Документы на поступление в МГУ молодого Владимира Жириновского не принимают. Но опускать руки он был не намерен. Не хватает рекомендации райкома комсомола. Представляете? А если не сдал документы, общежитие не дают. Хорошо, брат жил вот там, в Адутниках. Я к нему уехал. Письмо маме, она пошла, расплакалась. Дали ей. С чьей-то рекомендацией написали. Ученик такой-то учился, то-то, хороший, всё рекомендуем для поступления. Необходимые документы были собраны. И московский университет распахнул свои двери. Вот тут и начала столица показывать свой непростой характер. Как говорится, Москва слезам не верит. Изложение было. С трудом тройку мне поставили. Это ещё одна ошибка, двойка была бы. И ус на тройку. 18 баллов набрал. И приняли. Потому что Хрущёв сидел в прямле и сказал, принять хоть немножко бедных из провинции. Потому что все шли дети московских чиновников. Все богатые. Замминистра там, райком, горком, генерал. Вы что вы вообще? Кого принимаете? Вы кого учите? Ну хоть одного примите. Вот меня взяли, чтобы отчитаться. Перед Минобразованием. Когда было Минпросвещение, как сейчас. А они говорят, Хрущёвым. Вот мы взяли, пожалуйста. В каждом вузе есть бедный из провинции. Без всякой протекции и больших денег 18-летний Владимир Жириновский шагнул в большую политику. Вот так было 56 лет назад. 63-й год. Вот так мы были. И какая стала Москва, и какие стали мы. Для Владимира Жириновского 3 июля – это личный праздник. И особая дата, которую он старается отмечать ежегодно. А соратники и коллеги не забывают и про подарки. Вот символ. 55 лет назад на этом автобусе 18 лет никому неизвестный школьник приехал в Москву. Через 55 лет водослужебная машина с мигалкой только для высших кругов страны. Воспоминания – дело прекрасное. Но прогулялись и хватит. Владимир Вольфович идёт в Думу. Трудится на благо страны. Владимир Жириновский на собственном опыте доказал, что только терпение, упорство и труд способны вознести человека на Олимпу спеха. Политикник скрывает, что очень часто молодые люди у него спрашивают, как зарабатывать приличные деньги и при этом не особо утруждаться. Ответ в традиционном пятничном совете от Владимира Жириновского. Как всю жизнь работать и получать много денег, спрашивает Звук Тишины. Не надо ставить такую цель. Вы не добьётесь. Если всегда очень много человек получает, там может быть криминал, может быть какая-то афера, мошенничество. Вы работаете, как у вас получается. Сама работа, а деньги придут, если будет у вас высокое качество работы. А так трудно найти такой вариант. Вот если он хочет много получать, хочет. Да, хочет ничего не делать и много получать. Это вообще невозможно. Это всё мошенничество. Это были итоги уходящей недели. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok